Всем привет! Меня зовут Андрей и сегодня мы с вами разберем первую задачу модуля основы композитных технологий, профиля композитной технологии Олимпиады национальной технологической инициативы. Что из перечисленного отличает композиционный материал от традиционных? Волокнистая структура состоит из двух и более компонентов, наличие четкой границы между фазами, высокая прочность и легкость. Разберем все варианты ответов. Волокнистая структура. Да, многие композиты обладают именно волокнистой структурой, но, например, древесина или некоторые металлы тоже имеют волокнистую структуру, которые не являются композитами древесины и металл. А при этом есть композиты, у которых армирование частицами, например, сферопластики, что не является, безусловно, волокнистой структурой и не попадает под этот критерий. Древесина является примером материала с ярко выраженной волокнистой структурой. Более того, древесину иногда относят к композитам, к природным композитам, но полноценным композиционным материалом древесина не является, потому что, согласно терминологии, композиционный материал это искусственно созданный материал, а древесина все-таки природный материал. Строение металлов и их сплавов кристаллическое. В процессе кристаллизации металлы приобретают неправильную форму, их называют зернами. Каждое зерно имеет свою ориентировку кристаллической решетки, которая отличается от ориентировки соседних зерен. При механической обработке, например, ковки, происходит размельчение больших кристаллов или зерен, благодаря чему структура металла становится волокнистой. Состоит из двух и более компонентов. Композиты, как известно, состоят из двух и более компонентов, но многие металлы, сплавы металлов, например, сталь и бронза, тоже состоят из двух других компонентов. Сталь состоит из железа и углерода, а бронза состоит из меди и олова. Ни сталь, ни бронза композитами не являются, потому что там нет одного очень важного момента, а именно четкой границы между фазами. В композите у нас есть четкая граница между связующим и волокнами. Мы видим эту границу невооруженным взглядом. В сталях мы не видим границы между железом и углеродом. В бронзе мы не видим границы между медью и оловом. Также, как, например, если мы разбавляем в воде сахар, мы не видим границы между водой и сахаром, потому что происходит именно межмолекулярная связь этих компонентов. Та же самая сталь является макроскопически однородным материалом, состоящим из двух других. То есть на макроуровне мы не видим границы между железом и углеродом. Более того, сталь это не просто сплав, а твердый раствор. То есть такое вещество переменного состава, в которых атомы различных элементов расположены в общей кристаллической решетке, то есть атомы из железа и углерода находятся в одном кристалле, стали, который, как мы уже знаем, называется зерном. В композитах происходит макросвязь и на примере железа и бетона мы четко видим границу железа и бетона, армирующего компонента и нашего бетона. Другим примером материала из нашей обыденной жизни, который можно отнести к композитам является фанера или ДСП. В обоих случаях, в случае и фанеры и ДСП, мы имеем древесину. Фанера это шпон, ДСП это древесная стружка, которые соединены друг с другом посредством клеевого состава. И в ДСП и в фанере мы видим границу между древесиной и клеем. Согласно терминологии, композиционный материал это многофазный, однородный, анизотропный материал регулярной структуры с четко выраженной границей раздела фаз. Именно граница раздела фаз, причем на макро уровне, отличает композиционный материал от любого другого состоящего из двух и более веществ. В углепластике мы видим рисунок ткани сквозь прозрачное связующее и абсолютно четко невооруженным глазом на макро уровне мы видим границу между тканью и полимерной либо полиэфирной смолой. Высокая прочность и легкость. Композиты, несомненно, являются прочными и легкими материалами. Но, например, титан также является прочным и легким материалом, но при этом титан, конечно же, не является композитом. Здесь стоит сделать оговорку. Если композиционный материал выполнен на основе металлической матрицы, то именно из-за высокой массы этой матрицы такой композит будет относительно тяжеловесным. Да, конечно, например, угли алюминий легче, чем просто алюминий. Углеродные волокна обладают меньшей плотностью, чем алюминий. Но суммарно, в целом, угли алюминий тяжелее, чем угли пластики. Правильный ответ на этот вопрос. Наличие четкой границы между фазами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...